Ростовые куклы, зажигательные танцы и дружеская атмосфера. Зал ожидания ЖД вокзала на время заняли 200 ребят из приграничья. Перед отправкой на юг, как следует, зарядились позитивом. Отдыхать на берег Каспийского моря едут ребята из четырех приграничных районов Курской области. Святослав Григоров ни разу не был на юге. Мечту решил исполнить даже несмотря на травму. Ее парень получил во время обстрела. Школьник держится мужественно, как и его друзья. Говорят, веселью теперь точно ничего не помешает. Красивая природа. Я жду, не дождусь, когда я сюда приеду. Ожидания такие, что будет комфортно, чтобы все были общительные. Был какой-нибудь там свой вайвик. Вот. Поэтому думаю, что все дети дружелюбные, общительные. Будет все хорошо. Последние наказы перед отъездом и слезы расставания. Ненадолго. Всего на три недели. Зато дети отдохнут от громких пугающих звуков и, наконец, расслабятся. Делятся родители. Мы с Уджи. Мы очень довольны, что ребенок отдохнет. Это очень здорово в такой ситуации, которая сейчас происходит. Это очень просто класс. Прям большое спасибо организаторам. Это очень здорово. Ребенок первый раз самостоятельно едет куда-либо. Это первая подобная поездка на юг. О ней лично договорились главы двух регионов. Кстати, с Курска до Республики Дагестан прямых поездов нет. Поэтому для ребят организовали целый спецрейс. Мы договаривались с московскими, российскими железными дорогами о том, чтобы для доставки ребят был организован состав. Я надеюсь, что мы только начинаем в этом направлении. Потому что это лето заканчивается, но будут еще следующие годы. И мы, конечно, будем работать с другими регионами для того, чтобы обеспечивать отдыхом детей в разных субъектах Российской Федерации. Егор Горожанкин, Владислав Соболев. События дня.